Что за узнагороду расцеловал Лукашенко? Какие циничные планы выношивают белорусские силовики? И чем теперь будет займаться пропагандист Рыгора Заронак? Витаемся, бры! Это наша нива, и сейчас мы все вам расскажем. Орден вешельника для Лукашенко. Программа его на горизонтель в Москву сегодня протягнулась перемогами с российским руководником. Но кроме официальной части Лукашенко уручили орден Андрея Первозванного. Гэтую узнагороду, на якой написано «За веру и верность» Владимир Путин выписал своему коллегу на 70-ти годе с формулёвкой «За выдатные заслуги у развития односин союзництва и стратегичного партнёрства помеж Российской Федерации и Республикой Беларусь». Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Орден Андрея Первозванного, який поцеловал Лукашенко, засновал в конце 90-х попередник Путина Борис Ельцин. Он лечится наивысшей Российской узнагородой, и за 25 годов иснования его уручали усяго 26 разу. Сирот отримальников ордена были и патриарх Русской Православной Церквы Михаил Горбачёв, Сидин Пин и иншие. Но по факте, это обновленная узнагорода Российской империи, якая исновала до революции 1917 года. В статуте конкретно прописано, что и она уручается, цитата, за выключенные заслуги, якие содейничают Росквиту, величие и славе России, за обеспечение ее национальной безопасности и суверенитету. Гэтые слова яднают Лукашенко с иншим вядомым кавалером ордена, виленским генерал-губернатором Михаилом Муравьёвым, який вядомый в истории как вешальник. Такую мянушку он отримал за жорсткое задушение повстания 1863 года. Муравьёв привел до ошибницы больше за сотню лидеров повстания, у тым лику Кастуща-Калиновского. Тут есть и еще один текавый факт. И Лукашенко, и Муравьёв отримали орден Андрея Першазванного в один день, 30-го жнивня, только с розницей в 161 год. Агулам, аматор символизма Владимир Путин, як нельга лепш отдягжу своему молодшему брату за утягивание Беларуси у сферы уплыва России страту незалежности. Але его на пресс-служба у захоплений написала, что Лукашенко стал участком истории, якая тягнется аж но от Пятра I. А сам Лукашенко заявил, что для его Россия заощады была и будет ничем большим, чем сущенной державой. И вообще мы, беларусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо происходит от одного корня. У остатнем же со встреча произошла у атмосферы полторы недавно заезженных штампов про то, как заходу не удалось поставить Беларусь и Россию на колени. Як и учора у Лукашенко была моцная задышка. Самый главный вывод, как я полагаю, думаю, вы согласитесь, запад поставил перед собой планы удушить нас. Прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось, они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Традиционная, он нахваливал, как Путина, так и тоя, у яким на керунку развиваются однощины Беларуси и России. Подобно, что на третий день перемовывал уже не засталосье темп для обмеркования, табу довелосье под камеры казать банальностей. Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов, два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами, да и надо поставить точки над, и в этих вопросах двигаться дальше в наших отношениях. У Беларуси створили так званые доброохвотницкие отрады для боротьбы с противниками Лукашенки. Учора на милицейском полигоне под Минском пройшли вучения с уделом былых спецназовцев, а так само удельников доброохвотницкого отрада СМЕРШ. Для чего проводятся подобные мероприемства и иного, что у Вогуле потребны новые силовые подразделения, подлумачил державный секретарь Радобеспеки Александр Вольфович, який назирал за вучениями. При необходимости, если вдруг кто-то посягнет на наш суверенитет, нашу территориальную целостность, на нашу независимость нашей страны, по сигналу о команде нашего президента, в подразделения, минуя военкоматы, прибывают те, кто отлично владеет способами ведения боевых действий и вместе с действующими специальными подразделениями усиливают их боевой потенциал в два-три раза. Вольфович стверджает, что войсковцев тренируют небыто для боротьбы со внешним врагом, а лучше за все лукашенковцы просто створяют резервы для того, как взмогаться с протестами, которых и они чекают с наближением черговых выборов, и собираются делать это утомленько руками милицейских пенсионеров. Рыгоры Азаронко покликали працевать на Беларусьфильм. Крыницы Юрорадио, Зачародья, киностудии поведомили, что адресный пропагандист сдамя на документальной студии «Летопись» два проекта, связанные с подеями 2020 года. Ранее Азаронок уже неодноразово обурался, что национальная киностудия «Беларусьфильм» не сдамя фильмов про задушение протестов супруга Лукашенко. В Минкульте отбивались и от нападок и тумачили, что до них просто не досылают идеи сценаревых фильмов на эту тему. Тому подобно пропагандист вырослел взять инициативу в свои руки. Это стало легкой задачей после того, как гендиректором «Беларусьфильма» стал был гродинский БРСМовец и идеолог Юрий Алексей. Таким образом, Рыгора Заронок, который, до речи, закончил Академию мастерства по специальности режиссер, протягнил семейную традицию, бо его не батько Юрий в 90-е стал знакомитым про пропагандистские телестушки, у которых поливал брудом национальный рух и противников Лукашенко. За свою хлопчину у вынеку он отримывал утвар от Миколая Статкевича и проигрывал суд Жанону Пазняку. В Украине загинул еще один белорус, который воевал на боку агрессора. Василь Сковородников вырос в Беларуси и был прописан в Крупском районе. После школы и армии он працевал майстром по рамоте Кватер, часто ездил до свояков на Урал. Был в его биографии и криминальный эпизод. В 2005 году его просудили до трех годов колонии за терминовкой за арабование. После начала войны в Украине Сковородников выросл отправиться на фронт. В лютом этого года он отримал российский пашпорт и про три дни поехал воевать. Он двойче был поранен, а в мае в Дуганской области загинул. Похавали его только 20 вересня в Свердловской области России. Поездка на автобусе лет не закончилась трагедией. С 7-го кострючника днем в салоне автобуса, який ехал из Минска в Варшаву, отбылся незвычайный инцидент. Мужчина среднего возраста выбил молотком заднюю шкулу автобуса и попробовал выскочить с него просто под час поездки. Трагедии удалось обезбегнуть только благодаря худшим действиям пассажиров, которые схопили мужчину за ногу и держали до полного спинения автобуса. Мужчина застався живым и был терминово доставленный в больницу машиной худкой до помощи. Перед этим он выборчився перед іншими пассажирами за доставленные незручности. Але что стало причиной спробы суициду просто у пассажирским автобусе докладно невядомо. Пенсионерка 3 годы отрымливала пенсию за померлого мужа. И теперь я ее чекаю суд. 74-годовая Минчанка летось звернулася в милицию и рассказала, что ейный муж съехал за мяжу и перестал выходить на совесть. Была заведенная криминальная справа о возникновении человека, але все оказалось куда больше заблудено. Высветлилось, что в некоторых годах тому женщина разом с мужем с оправдой ехала до дачки за мяжу. Там мужчина помер. Вернувшаяся пенсионерка не заявила про смерть близкого человека и еще 3 годы отрымливала за его пенсию. Больше затое. С допомогой знакомого, который визуально подобный до мужа, она смогла оформить доверенность, которая позволила женщине переписать на дачку квартиру, а так само продать летящая и машину. Если термин деяния банковской картки и померлого мужчины закончился, то пенсионерка пошла в милицию и заявила про его возникновение. Но теперь я ее чекаю суд, по справе обмахлярства убойной померы. По этому артикуле женщине не погрожая от двух до семи годов колонии. У Брестя протягиваются суды за подеи четырехгадовой давнины. У судей Ленинского района областного центра вынесли присуды пяти человекам за удел у акции протеста 10 жюня 2020 года. Судя Александр Семянчук по народным артикуля 342 за порушение громадского аппарата призначил термины от двух годов хитной химии до полтора года колонии. У сего правооборонцам вядома про как минимум 58 человек, які отримали термины по той же справе. Гэта один з найбольш массовых политичных процессов у нашей країне. А у гомеля за политику осудили супрацовниками особой епархии Русской Православной Церкви. Як поведомили правооборонцы, 4-го кастрышника разглядели администрационную справу супраджихара областного центра Василя Чернякова. Его обвинували у распавщуде экстремистских материалов. Особа Чернякова цикавая тем, что той працуя загадчиком канцеляры гомельской епархии Русской Православной Церкви. А так само он з'является заховальником уникальных образов, які зберагаються у храме музея про епархии. Выник судового процессу над мужчином на этот момент невядомый. Пенсионер зарабил незвычайную лодку. Але ущо скончилось трагично. 66-го года Жихар Молодешна поехал на рыбалку с саморобной лодкой, якую он сместровався пеноплексу. Материалы, які подобны до пенопласту, але більш крепкі. Його використовують, звичайно, у якості утепляльника. Проз'некольких годин, пасля того, як мужчина спустил лодку на воду, інші рыбаки пачули крыки об допомозі. Увы, нікую яны знайшлі толькі тую самую лодку с пашкоджаным бортом. Пенсіонер, якія я зрабіл, патанул. Проз'неколькі годин ягоная тела досталі з воды ротовальнікі. Мінскі тракторны завод будзе вырабляць газонокасілкі. На Смаргонскім агрыгатным заводзе, якія ўваходзіць у холдинг МТЗ, пачаўся серыйны выраб новой технікі. Газонокасілка прайшла ўще вырабіли 15 одзинок. До конца года плануюць гэтую лидбу повеличить до сотні. Мужчина палятав над Витебском на канапе і затікавіў прокуратуру. У гэтым вересні вытворцем мяккой мэблі вырошыў зробіць сабе незвычайную рекламу. Канапу прымацавалі до поветарного шара замість корзіны і запустили ў неба. Усё прайшло без эксцесов, а видео розлятілося по інтернете, але пиар-акцію не оцінили у прокуратуры Витебскаў області. Супрот маркетолога мэблівій компаніў, який непосрідно сядзеў на канапе під час палету, склали протокол за порушение правилов выкрыстання поветарной просторы. Санкції гэтага артыкула продуглежуваў штраф до 800 рублів. Жихарку Барановича ў зродільні сустракалі герой гульний тронал. Незвычайная відео тіктоку з беларусського города набрала більш за 750 тыс. праглядов. На ім жанчыну зродільні сустракаюць рыцары ў даспехах. Так, ў стыле популярна гэчара гульний тронов опрануўліща новоспешаны бацька і ёго сябры. Устоите в присутствии Дэнэрис бурерождённый из дома Таргарина. Законная наследница Железного трона. Законная королевы Андалов и первых людей. Защитница семи королевств. Матери драконов. Халисии Великого Травяного моря. Неопалимый. Разбивающий оковы. Блогерка, яку ў тепер можна называть і мати драконов, была ў захоплённі от фантазії сваего мужа. Але аматоры фантастичного сериала вырошылі обмежаваць свою фантазію толькі выпискай. Тому их сына назвалі не Трйонам ті, наприклад, Джоном, а звыклым імям Михаил. Вось такія новіны щі рады. Падписываеціся на канал, ставте лайкі альбо дизлайкі і выказываеце зауваю ў коментарах. І, конешня, читайте нашу Ниву, глядзіте нашу Ниву і любіте Беларусь. До зустрічі завтра.